Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшие радость и любовь, В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 1 июля, день Леонтия, назван в честь святого мученика Леонтия. Он был родом из Греции, высокого роста, сильный и мужественный. Отличался храбростью в сражениях, в которых одержал много побед. Среди воинов пользовался известностью и уважением. За отказ принести жертву ложным богам был взят на мучение. Было приказано его сильно бить четырем слугам. Они били его до тех пор, пока не устали. Но Леонтий был тверд в своей вере. Тогда было приказано забить его насмерть. Июль месяц. Июль месяц называют макушкой лета. Это самое жаркое время года. Полезны купания в открытых водоемах. Старайтесь как можно больше отдыхать на свежем воздухе. При этом принимайте солнечные и воздушные ванны с умом. С 11 часов утра и до 17-18 часов лучше пребывать в тени. Больше ешьте овощей и ягод. Это время наиболее полезно для лечения ягодами. Земляника, черника и другие. Не пропустите. Все ешьте. Собирайте целебные травы, которые к этому времени набирают наибольшую целебную силу. В народе этот день был известен как Ярилин. Было принято собирать душистые травы и пить из них чай. Наши предки с помощью травяных чаев лечились от самых различных недугов. Сегодня проводятся обряды, связанные с поклонением Ярилы, богу Солнца, жизнедателю. Также считалось, что сегодня возможны самые невероятные и сверхъестественные явления. Например, солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир. Для того, чтобы увидеть это, надо заплести крепкие березовые ветки косу и посмотреть через них с крутого берега над рекой. Говорят, что можно увидеть близких, которые пропали без вести. По вечерам народ собирался возле костров, водили хороводы, устраивали игрища, кулачные бои, пляски. Приметы. Если в июле можно повесить ведро на молодые рога месяца, быть в суше. Если ведро падает, не держится на рогах, дождю. Зеленоватая окраска луны к сильной жаре. Много людей умирает от инфаркта. Многие в последний момент успевают поставить стенд и продлить свою жизнь, но подсаживаются на плавикс. Путь к инфаркту начинается с загустения крови и сужения сосудов. Сужение сосудов, загустение крови. А что предшествует сужению сосудов и загустению крови? Почему это происходит? Есть ли на этот вопрос ответ? Или же... У меня 8 лет назад загустела кровь. Стала очень темной. Появились проблемы с сердцем. Ну а причины? Причины. Вот 8 лет она загустела. Что? С чем это связано? Врачи прописали мне ежедневный прием кардиомагнила, причем до конца жизни. Но послушав людей, знакомых с этим препаратом, я начал искать альтернативу. Вот смотрите, не разобравшись в причинах, то есть какая-то причина, или несколько причин, которые действуют, которые сгущают кровь, и на которые можно повлиять в самом начале, ничего это не делается. А, кардиомагнил там, то есть все, вот, и будете до конца жизни применять. То есть причина как была, так и действует. Плюс еще лекарственный препарат надо будет применять. Ну ладно. А он же тоже, с одной стороны, вроде как, мы думаем, положительно влияет, но его-то надо выводить, а это уже отрицательная сторона. Так, позвольте, ну вот чеснок, а почему чеснок, чем он влияет? Вот понимаете, когда мы не знаем механизм действия, ни причины, а вот пытаемся вот эту причину, допустим, вот густую кровь, разжижить с помощью чеснока. А как чеснок действует? Чем чеснок действует? Вот сказано ли об этом или нет? С тех пор, два-три раза в неделю по утрам перед едой, я пью по зубчику чеснока, порезанному на мелкие дольки. Кровь разжижилась, а недавняя коронография показала сосуды, как в 20 лет. Ну вот, а как действует? Дело в том, что чеснок за счет своих жгучих свойств, он очищает сосуды, растворяя разного рода отложения. Улучшает работу сердца, улучшает работу сердца. И вот эти вот летучие свойства чеснока, вот этот вот особенный там его дух, способствуют тому, что действительно идет разжижение крови за счет вот этих вот свойств. Посмотрим, сказано ли об этом, о чем я вам только что сказал или нет. По словам врача, и в ближайшие 10-12 лет инфаркт не грозит. Недавно одна моя сотрудница пришла с похорон своего двоюродного брата, которому было 54 года. У него загустела кровь, он получил инфаркт, а дальше все закончилось трагически. Я обвинил ее в этой смерти. А почему обвинил ее в этой смерти? Ну вот мы обвиняем другого человека в своих каких-то ошибках. А где, позвольте, наша голова, где наш ум? Почему нету анализа собственной жизни, который бы показал, почему с вами случился инфаркт? Как вы жили до этого? Что вы делали неправильно? Почему вы нажили болезнь, а на другого киваете, что он должен за вашим здоровьем следить? Что вы там едите? Какие у вас привычки? Какой у вас образ жизни? Подвижный, неподвижный? Спейте, не спейте, нервничайте, не нервничайте. И так далее, и так далее, и так далее. Кто это за вас должен делать? Какая-то там тетя с дядей. Ну ясно, там жена и дочка, допустим, и мать. Они, конечно, за вас там переживают. Что-то вам говорят. Что-то вам советуют, что-то там он сделает. То, сё, пятое, десятое. А вы это делаете или нет? Ведь я всем вам сколько раз рассказывал о приеме по утрам чеснока. Вот позвольте, вот только прием чеснока и всё. И больше ничего не надо. Знаете, вот эта вот глупость, как вы творили эту глупость по всей своей жизни. Наживая вот эту всю эту густую кровь и прочее, прочее, прочее. А потом, вот мы это всё решаем чесноком. Я должен сказать, что далеко не всегда получается так, как мы думаем, что чеснок вот там сделает своё дело. Можно всё это сделать и без чеснока, если понимать, что сгущает кровь. Кстати, вот делаются прививки, которые повышают уровень иммунных тел. И иммунные тела исчезают примерно где-то через 3 месяца. Что такое вообще иммунная реакция? И что такое иммунные тела, вот эти все, которые, как говорят, нас защищают? Это своего рода белки, которые выделяются на прививку или там на возбудителя болезни в огромном количестве. В результате чего в крови появляется огромное количество этих белковых тел, которые вроде как и защищают, а с другой стороны делают кровь более вязкой. Потому что их там гораздо больше. То есть в нормальном состоянии их находится, ну грубо говоря, одна единица. Это просто условно говорю. В момент, значит, инфекции их вырабатывается в 10, а то может и в 100 раз больше для того, чтобы подавить инфекцию. Естественно, так же действует и прививка. Раз это направлено на повышение уровня иммунных тел, пожалуйста, опа! И кровь теряет свои нормальные характеристики. И это советую повторять через каждые 3 месяца, ну, включите свою голову, что вы получите. Или потом надо как-то еще теперь принимать какие-то рожающие средства. То есть вот это делаем, потом то делаем, потом пятое, потом десятое. Может лучше все-таки естественным образом укреплять иммунитет и не пытаться обмануть природу, заранее защитившись и получив вот эти все побочные эффекты. Ну, дальше поехали. Дополнительный бонус. Это не обязательно, если это вам помогло, не обязательно, что это поможет и другим. Люди курят, объедаются, лежат, любят там что-нибудь сладенькое, жирненькое, что делает действительно так. От пищи только все это кровь вязкая. От такого диванного образа жизни она становится и густой, потому что только в движении нормально циркулирует кровь. Только в движении. Венозному кровотоку надо обязательно помогать там мышцами, поднимать кровь, работать там диафрагмой. Ну, это все происходит естественно в движении, когда человек ходит, достаточно двигается. Если нету достаточного движения, то кровь не подзаряжается, вот эти красные кровяные тельца. И тогда вот думаю, что используем кардиомагнил для того, чтобы, как бы сказать, ну, я так думаю, вот эти вот красные кровяные тельца получают там дополнительный заряд, и они уже, как бы сказать, отталкиваются друг от друга лучше, и тем самым делается кровь более текучей. То есть мы хотим обмануть свою лень и свое невежество, и вот целиком уповать на, допустим, то ли на лекарства, то ли там на чеснок. Хотя все это можно сделать совершенно иными средствами и совершенно лучше. Кстати, я о густоте крови сделал в целебном видео передачу. Можете посмотреть ее. За 5 лет 50 чеснока я ни разу не заболел простудным заболеванием. Меня зовут Александр, я кардиолог. Почему чеснок обладает бактерицидными свойствами, особенно его жгучие свойства, которые и укрепляют иммунитет, жгучесть, пережигают разного рода слизь, пережигают разного рода бактерии, грибков. И это вот, естественно, положительно сказывается на иммунитете. И, кстати, на пищеварение. Пищеварение у вас будет лучше. Очень важное предупреждение для тех, кто просыпается ночью, чтобы сходить в туалет. Вы, наверное, не раз слышали, что кто-то поправился и внезапно умер ночью без причины. Наиболее вероятная причина в том, что когда этот человек проснулся, чтобы сходить в туалет, он поспешно встал с постели, а мозг нуждается в большом кровотоке, чтобы отдохнуть. Отсутствие крови вызывает состояние обморока, и все может закончиться трагически. То есть тут, как бы сказать, у человека, который находится во сне, который там расслабился, который уже вообще-то слабый сам по себе, во время резкого вставания кровь не успевает полноценно циркулировать по головному мозгу. Возникает вот эта вот нехватка крови, в результате чего возникает обморок. Но это же, как бы сказать, не эта же причина, а существует и другое объяснение. Из-за того, что общая дряхлость организма, поле не успевает занять свое положение. Тонкая энергетика не успевает. И в результате вы встали, а поле находится еще здесь. Я это очень хорошо ощутил на себе, почему я так уверенно говорю, во время голодания. Вот ты сел в ванну с теплой водой, на голоде 20 суток больше, сидишь, все нормально, расслабился. И потом только ты начинаешь вставать с ванны, тут даже не сон, с ванны вставать. И чувствуешь, что у тебя, как бы сказать, голова вышла за какие-то пределы, и сразу же начинается вот это вот головокружение, и ты можешь уже впасть в обморок. Я вовремя научился на голоде вот этому все противостоять. То есть медленно вставать. Поле гуляет из-за слабости. В пожилом возрасте, на голодании в больших строках, там несколько иной механизм. Оно становится подвижным. Чтоб вы это тоже понимали, а не уповали только на то, что там кровь, на то, что вот эти все вещи рассказываются. Тут такой двоякий механизм. В этом случае рекомендуется изучить закон полутора минут, который может спасти. Когда вы просыпаетесь, чтобы пойти в туалет, вы должны после пробуждения полежать 30 секунд. Затем посидеть в постели еще 30 секунд, медленно опустить ноги, сесть на край кровати, посидеть еще 30 секунд и только потом встать, чтобы пойти в туалет. И то встать потихонечку. То есть за счет того, что вы вот так вот, как бы сказать, медленно-плавно входите в рабочий ритм, у вас получается, что и кровоток, и ваша тонкая энергетика успевают занять нужное положение, нужные места. И у вас такого феномена нету. Соблюдая эту последовательность, велики шансы избежать внезапного инсульта, независимо от возраста. Помните, что вы можете спасти чью-то жизнь. Профилактика лучше лечения. Поделитесь этой информацией со своей семьей и друзьями. Когда кто-то делится с вами чем-то важным, воспользуйтесь этим и поделитесь с другими людьми. Сделал свою часть. Сделай свою и перешли напоминания другим. Я сделал свою часть, разъяснил, как это работает. И еще раз только хочу сказать. Не надо вот думать, что за вашу безалаберную жизнь какое-то средство, вот вы одно там его применяете, и оно решит все ваши проблемы. Будьте разумны и вовремя меняйте свой образ жизни, порочный образ жизни на здоровый. И вы будете жить долго и счастливо.